Стрелки из семи субъектов Российской Федерации выяснили, кто из них самый меткий. Соревнования по 3D-стрельбе из лука проходят у нас в четвертый раз. Трижды разыгрывали кубок администрации района и один раз на карьере принимали финал Кубка России. В нынешнем турнире приняли участие больше 60 лучников. Что я хочу сказать. Этот город, я не ошибусь, и вы сами ездите по разным городам, знаете, где администрация принимает участие, где не принимает участие. Город Петушки, его администрация одна из самых дружелюбных администраций к нашему виду спорта. Здесь всегда делают все, что могут, начиная от хлеба-соли и заканчивать доставкой на машине от железнодорожной станции. 3D-стрельба – это вид спорта, в котором лучники стреляют по мишеням в форме животных в натуральную величину. Осложняет соревновательный процесс местность. Все происходит в условиях естественного ландшафта – в лесу, на холмах и крутых склонах. Здесь все серьезно. Попадания оценивают в точном соответствии с реальной зоной поражения животного. Сегодня на трассе стандартный круг по 3D-стрельбе – 24 мишени. Ребята, соответственно, дети идут один круг, взрослые, юниоры идут два круга. Плюс финал и так далее. То есть стандартный регламент. Внутри весьма экзотического вида спорта сложились свои легенды. Одна из таких – попадание стрелы в стрелу. Да, но это часто задаваемый вопрос, на самом деле, который там приурочен к красивой легенде. Скажу честно, постоянно. Ребят, ребят, вот пока не стреляете, кто-нибудь попадал стрелой в стрелу, поднимите руку. Да все попадали стрелой в стрелу. Поначалу это здорово, весело, там все фотографируются, какая-то радость. А потом ты просто считаешь убытки от сломанных стрел. Олег Тетин также рассказал, что и сам не прочь поучаствовать. Но сегодня он прибыл в Петушинский район на правах организатора. В целом вид спорта доступный, а с появлением новых высокотехнологичных луков и арбалетов научиться стрелять может каждый. По словам организаторов, традицию проводить турнир в Петушинском районе поддерживают большинство участников. Александр Милованов, Андрей Изнер, Руслан Сидоренко, телевидение Петушинского района. Руслан Сидоренко, телевидение Петушинского района.